Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Владислав Шиндябина. Перед просмотром данного ролика не забудьте подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. Как лучше использовать учебные брошюры в World of Tanks? Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как лучше использовать учебные брошюры для экипажа в игре World of Tanks. Суть в том, что некоторые игроки расходуют учебные материалы не совсем правильно, то есть тратят их почти без особой пользы. Как лучше не использовать учебные материалы? Для примера возьму экипаж Stank Object 705, где у меня уже прокачивается шестой навык у каждого члена экипажа. И давайте посмотрим, сколько мне дадут прибавки к навыкам различных учебных материалов. Для примера возьмем два учебных материала. Одно будет учебное руководство, которое дает по 100 тысяч опыта каждому члену экипажа. А второе – персональное учебное пособие, которое дает 850 тысяч опыта одному выбранному члену экипажа. И посмотрим, какую прибавку мы получим по навыкам. Как мы видим на изображении ниже, что учебное руководство и персональное учебное пособие дает экипаж с прокачиваемым шестым навыком незначительную прибавку. Вот можем фото посмотреть. 100 тысяч каждому дает. Это с нуля до 84%. Это у нас учебное руководство. Есть еще на 20 тысяч. Самое дорогое – это у нас получается на 200. Нет, персональное учебное пособие, оно одному дается. Но оно 850 тысяч опыта. И универсальное есть, которое применяется ко всем членам экипажа и дает по 250 тысяч. Учебное пособие обычной третьей классы есть. Это универсальное – 250 тысяч опыта каждому члену экипажа. Здесь тоже дает по 250 каждому члену экипажу. А вот учебные материалы. Учебный материал дает одному. То есть уже плюс два перка. И еще к третьему перку здесь будет 71%. То есть еще чуть-чуть докачать нужно. То есть в разы больше. Учебное руководство дает нам всего 2% к навыкам экипажа. Персональное учебное пособие дает нам всего 10% одному члену экипажа. Я считаю, что тратить учебные материалы на уже хорошо прокачанный экипаж – не особо выгодное занятие. То есть мы получаем небольшой прирост процент к навыкам экипажа. А тратить довольно жирные учебные материалы. А тратим довольно жирные учебные материалы. Как лучше использовать учебные материалы? Теперь давайте рассмотрим второй пример. Только уже на 100% экипажа и без единого прокачанного навыка. Используя учебные руководства, мы получим уже 84% к навыкам членов экипажа. Все довольно уже неплохо. Если использовать два учебных руководства, то мы гарантированно получим по одному 100% умение и еще останутся проценты на второй навык. То есть за два учебных руководства мы можем взять себе навык «Шестое чувство» и играть уже с лампочкой. Вот она. Тут уже, допустим, прокачанное, да? 5 навыков. По 5. И по 2% сверху будет. Это если учебные руководства использовать в каждом учебном экипаже, по сути, еще по 2% всего лишь. Используя персональное учебное пособие, мы получим одному выбранному члену экипажа 2 100% навыка. Оттратим третий навык на 71%. К примеру, командиру мы теперь можем прокачать навык «Лампочку, ремонт и маскировку» на 71%. А если использовать персональное учебное пособие одному члену экипажа, то здесь, если у вас уже 5 перок есть, то вы получите всего 10%. Если у вас 67%, сейчас там, то вы получите 10% примерно. К чему все это? Суть в том, что лучше потратить учебные материалы на малопрокачанный экипаж и играть более комфортно, хотя бы с лампочкой, чем сразу потратить на прокачанный экипаж и получать малополезные плюс 10%. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Кто еще не подписан, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. Пишите свои комментарии, делитесь этим видео друзьям, знакомым, одноклассникам. А также, кто желает, может оформить спонсорскую подписку на канал. Всем спасибо за просмотр. Набираем 20 лукасов и следующее видео выходит. До скорого.